всем ребят привет я выбрался на очередной коп на старое местечко выбросал я снова снова с юрцом юрец больше у меня пока сегодня не нашлось товарищи которые могли бы выбраться со мной на коп погода у нас ужасная тучи тучи везде кругом слева справа везде так что хочу попробовать узнать что у нас в этом колодце сегодня я хочу испробовать свою находку находочка у меня вот такая вот поисковый магнит и хочу впервые его использовать не знаю как результаты но первое место которое я хочу из испытать это вот этот старый колодец вот я вам уже видео показывал его оно очень вот такого вот ужасного состояния внутри венцы уже сгнили а внутри вода непонятного рода характера очень сильная пленка какая-то сейчас мы хотим узнать что у нас тут имеется ну ладно смотрим итак ребята решили мы с юрцом здесь один фундамент нашли а еще видно основывание красного кирпича кладки но к сожалению кладку у нас имеется здесь бетон но все же у юрца пару монет уже советики вот у меня советик был но я решил заснять вот такую монету я не знаю что это за монета сзади у нас имеется орел я сначала подумал деньга может быть и деньга ну рисунок какой-то непонятный не могу разобрать что это за такая монета после тщательной чистки только можно определить мне кажется все же деньга но у деньги немножко формат где написан номинал другой он как-то вдавленный а здесь он не вдавленный и венцы как вы видите совсем другие не поймут что за монета с другой стороны видно орла орел такой старенький не ожидал конечно этом фундаменте поднять царскую монету ну ладно задел есть у нас продолжаем и так ребята у меня очередная находка выкопал вот такую вот монету судя по всему это у нас 5 копеек год 1930 со старым гербом немножко я чувствую что имеется деформация немножко помяты такая от монета юрца тоже находки есть буду показывать чуть позже либо когда на перекур или на чай пойдем тоже буду показывать периодичностью его находки на доклада продолжаем и так юрец что-то ругается у меня находка выпала очень интересная монета ты я не знаю чуть за монета такая 1930 года здесь вот такой смотрите орел то ли немец какой-то то ли чё вот такая вот монета а с другой стороны голова мужика какого-то наверное австро-венгур сейчас я немножко смотрю что это такое не знаю не знаю но видно что здесь вот она походу у нас медная но вот такую монету я в первый раз а выкопа у нас таких монет не встречается в районе в регионе классно спрашивать у вас что это за монета смысла нет потому что я обязательно домой приеду и узнаю об этом первый ну а так классная зачетная монета ладно ладно продолжаем так ребята у меня очередная находка и находка радует глаз тем что это у нас царская монета николай второй судя по всему одна вторая копейки не частая находка конечно 1800 1895 года здесь вот мыши мыши он смотрите за драли уже наверное я не знаю 6 6 наверное уже страшно как ты копаешь и они тут у меня попадаются ладно продолжаем итак ребята меня юрец позвал на совещание совещание вот какого рода выпал у него монета и монета очень хорошая ценная как вы видите сохранчик отменный а год смотрите какой да да это у нас раритет 1925 года сохранчик бодрый вообще бодрый не знаю как у нас тут еще серп куда указывает на полюс или за него ну а так в среднем эта монета по каталогу числится 8000 рублей чё неплохо юрец ездил зачетно зачетно моему поздравление ладно продолжаем итак ребята наконец-то у меня действительно сенсация такую штуку поднял смотрите какая здоровая ай-яй-яй какая шайба обалдеть пока не знаю чуть такое со всех сторон лысая блин ну судя по всему наверно какая-нибудь масонская потому что лысая сейчас немножко я почищу у меня есть мылась вода и посмотрим что это такое но монета смотрите такая здоровая на три пальца классно сейчас мы посмотрим что это такое не ожидал не ожидал ладно продолжаем сейчас вернусь к этой монете почищу вам покажу так ребята у вас наверно раздирает любопытство по поводу большой монете вот я его почистил это у нас 10 копеек масонские вот видно номинал но так-то затертая монета но 1837 года 10 копеек масонские классно это наверное все таки находит является закладным закладным потому что нахожусь я вот в углу дома в и вот здесь вот в районе наверное первого венца я как раз его и поднял возможно это и есть является закладная монета вот такая зачетная зачетная можно меня поздравить улов меня радует большая монета огромная ладно продолжаем смотрим интересно что-нибудь у нас будет юрец у нас он тоже котлованчик роет тоже также вдоль шуфа вдоль фундамента фигачит и у него тоже находки там весьма весьма интересные а так ладно продолжаем итак продолжаем нашурфить все свою же яму я уже начал закапывать ее то есть дохожу до целины и за собой присыпаю оба прибор что у меня прибор что от и про просто-напросто с ума сходит здесь звенят визжат я не знаю аномалия какая-то но все равно мои зубы стиснув копаем сигнал и вот выпал у меня вот такой вот крестик обычный нательный мужской крестик 18 19 век кончик немножко обломан больно большая коррозия на нем сзади молитва честному кресту вот такая зачетная вещица меня выпал отправляется ко всем находкам продолжаю так ребят юрец просто-напросто набрел на клондайк у него монета за монетой причем рассыпухами по 3 по 5 штук блин нарыл правда советики но все же находки катушка как вы видите него снайперка вот и он высасывает из земли все так у меня находка вот такого плана это у нас пятачок такой вот радует то что у меня монеты большого размера попадаются хотя и копеек я тоже наковырял полно их вам не показываю так монета 31 годная до монетку нас 31 год сохранить бодренький будет ладно забираем забираем и складываем ее основную кучу вот такая вот уже куча у меня образовалась монет так вот ну ладно продолжаем так ребята это стоит заснять снова был хороший четкий сигнал наверное первый же венец тоже также примерно хотя до основа фундика вот он проходит еще наверно полметра и вот отсюда выпал меня вот такой вот смотрите чё опять огромная монета жалко к сожалению он затертый его кто-то наверно ждать чикой обработал то есть ничего хорошего из этой монеты не вы так как обычный цвет мет но как вы видите имеется сзади орел довольно таки неплохо сохранился год 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 тысяча восемьсот какой-то не знаю вот но это снова 10 копеек масонские здесь как вы видите полностью уничтожен но вот так вот орел у нас бодренько по моим тоже тридцать седьмой год забираем конечно же забираем и продолжаем бить этот фундик смотрим интересно явно еще и что-нибудь выпадет так ребята сниму я юрца в работе как работает профессионал вот так вот он пином шебуршит по железу не жалеет прибор и ничего ради своего любимого хренский прибор чаем любимого дела хреначит от души вот здесь вот на этом пятачке он неплохо рассыпух поднял неплохо вот видите как он делал сначала выкапывает проверяет потом снова и выкидывать я немножко по-другому работаю ну хотя чем я профессионал учить и так нормально он видите какой фундамент бетонный а находки здесь масонский очень странно разброс здесь монет ну у меня радует такой разброс классно ладно за дело за дело и так у меня монета видел я монету вот она монета так что у нас за монета но это у нас копейка царская вот такой на ней зеленый налет очень сильный но факт есть факт это у нас царик вот я вам не скажу потому что очень большой налет ну я думаю будет после чистки сохранщик неплохой на так ладно продолжаем и так ребят сместился в другой уголок юрец от ругается жопами толкаемся я короче убежал оттуда и решил здесь вот немножко расчистил очень много красного кирпича по выкидывал и у меня находка вот такого плана на выброшенной земле у меня двушка 2 копейки 1898 что ли до 2 копейки 1898 года сохранщик вроде более-менее пойдет вот такая монета хорошо отправляется остальным там юрец знак победы ну ладно будем побеждать так ребята так освобождаем фундамент у меня находка выкопал я уже смотрел это у меня царь ой царь одна копейка такая вот год сожалению наверное не скажу хотя скажу 1909 по моему 1909 копал я здесь был какой-то пыль такая знаете фиолетовая и оказывается пыль фиолетовая у нас была вот наверное чернильница вот крышечка чернильницы поднял я еще несколько монет я их уже как бы не снимаю чтобы времени терять время у нас уже подходит к своему завершению вот а поднял я вот такое количество монет копеечки которая вообще не снимал вот так вот так ладно продолжаем 20 копеек счетовичок 32 года ладно смотрим итак ребята юрец сдался пошел переодеваться в принципе время уже подходит к своему завершению и напоследок у меня выпала монета я думаю что это царская монета так вот размеров сказать ничего про нее нет не могу но по размеру и толщине наверно павел 1 или же царица полей двушечка а так я сказать ничего не могу шурф я не закончил думаю следующий раз приеду подкопаю доделаю свое начатое дело и уже наверное засыплю здесь вот я уже начал как вы видите засыпать за собой то что уже до маяков дошел и уже начал высыпать но здесь вот у меня еще наверно пол шурфа осталось находок принцип предостаточно отчет я буду делать и вы все увидите что очередной шурф у меня получился удачный в принципе меня все шурфы неплохо получается вот так вот ладно ждите обзора и так ребята решил еще он заснять такие вот тюбики в принципе тюбики как тюбики такие цветные стекляшки зачетные это вообще какая-то не знаю игровая что людей девчачьи какая-нибудь игрушка была вот такой штукой я пользуюсь то есть в одной у меня жидкое мыло другой вода сбрызнул водой мылом намылил потом смываешь и можно различить что за монеты а так ладно видео обзор будет покажу все и так ребята все мы закончили решили солнышко у нас уже вон садится за горизонт и решили закончить все-таки нас нашим шурфом но это не конец я так думаю как нибудь я еще приеду на этот шурф и закончил ну по находкам получилось у нас шурфа неплохо в данном случае это находки у нас юрца вот такой поломанный крестик пуговка орлянка конинка в общем не буду все перечислять остановлюсь свое внимание только на тех вещах которые довольно таки симпатично любопытные интересны вот такой тюбик с какой-то жидкостью непонятны но это у нас ранние советы не знаю жидкость какая-то белого цвета тип клея какого-то непонятно или мыло и внутри у нас имеется пробка по монетам у него получилось вот так вот я считаю что неплохо я работал у него от и про с катушкой снайпер кай вот такое количество копеечек у него в принципе предостаточно 9 копеечек 9 копеечек нужно их почистить возможно может быть какой-нибудь еще рарик выплывет как например вот этот остановлю свое внимание на нем как вы видите смотрите какой год 1925 год сохранчик вроде бы как неплохой вот так что зачетно единственная вещь нужно будет еще приглядеться куда показывает серп на северном полюсе немножко должно быть смещено то он будет вообще зачетно душечка у него такая вот двадцать четвертого года тоже неплохая для дымового сохрана то есть зачетно ну и двадцатки у него двадцатки такое количество трешки ну в принципе неплохо я думаю пошу что он не зря он выехал вот самое главное вот можно было вот эту монету выкопать и уезжаем и уезжать домой по каталогу она числится как 8000 рублей вот такие вот пироги ладно сейчас вернусь к своим находкам и будем собираться ждем и так ребята теперь я буду закрывать свой видеокоп своими находками находки у меня в принципе тоже неплохие с юрцом с 25 годовалым копеечкой не сравнится но все же вот такие вот у у меня целые тюбики вот такие вот зачетные причем все разные вот в этой микстурки микстур еще было по шмурдичку у меня тоже пуговка орлянка крестик и пробитая монетка я даже не разглядел что это но я понял что эта монета так начну я пожалуй с маленьких маленьких у меня вот такое количество копеечек раз два три 4 5 6 7 в общем много много копеечек у меня вот такая вот у меня тоже копеечка когда выкопал практически выкопал в одном и том же месте где юрец поднял двадцать пятый год я уж думал ахнул но к сожалению это нас 1924 года тоже сохранщик бодрый так потом у меня большое количество двушек идет вот они двушечки здесь у нас червончики пятнашки здесь у нас трешки двадцатки двадцатки здесь у нас разные имеются щитовички и рамочники пятачки тоже есть пятачки и 61 года и ранние пятачки 30 года 31 года вот такое количество царей у меня сегодня это у нас получается так 369 царей очень хороший результат считаю я по шурфу самое главное зачетные находки у меня вот эти вот 22 орла это у меня масончики два огромных пятака ой червонца 10 копеек масонские 1837 другой нас 36 года вот такие вот у нас червонцы большие затем у меня такая вот последняя находка была судя по всему я не знаю что это нужно чистить но по размеру это наверное павел первый возможно но это мои предположения вот такая вот двушечка они этот не двушечка я так и не разобрал что это за монета ну возможно это у нас деньга вот к сожалению не могу сказать но орел очень любопытный очень странный очень большое количество перьев на нем возможно это еще и перечекан но не знаю после чистки можно определить но для деньги она конечно очень странно в деньге центральная часть очень вмята штемпель затем такая вот двушка 1898 года две копеечки тоже царские николай 2 1 2 наверное копейки 1895 года и вот такая зачетная монета не знаю что это монета такая это у нас может быть австро-венгры возможно 1930 года тоже любопытная монета у меня уже в коллекции большое количество иноземных монет и вот данном случае еще одна появилась монетка ну ладно ладно на этом я закончу свой коп всем кому понравилось ставьте лайки комментируйте подписывайтесь на канал кто не подписался делитесь моим видео с друзьями с коллегами буду очень признателен так что все удачи и почаще выходите на коп ну и находок вам хороших сигналов покатушку пока 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 пока